Товарищи, вчерашний день закончился для меня травмой ноги во время ночных гонок на самогатах с детьми. Сегодняшний день я начинаю вместе со своим младшим, рядом с детским бассейном, старшая сабарила, появились признаки ангелы. Будьте внимательны к своим детям, особенно если вы приезжаете на длительный отдых из средней полосы России, из Западной Сибири, Сурала, с Дальнего Востока. В общем, детям как минимум необходима неделя для того, чтобы их организм адаптировался к новым условиям. Что касается откупания ребенка. И вообще, если вы хотите достаточно быстро ребенка приучить к воде, используйте вот именно такой круг. Не на рукавнике, не круг, бублик с большой дыркой. Этот круг называется Swim Trader, из красного, желтого, оранжевого цвета, на разный возраст и на разный вес вашего ребенка. Значит, во-первых, имеет пять различных камер, которые надуваются, независимо друг от друга. Специальную застежку здесь на свинке, значит, специальное крепление на шее, ну и позволяет вашему ребенку без труда держаться на воде. Значит, более того, вот Резо у нас буквально за несколько дней научился уже и прыгать с бортика. Ну, сейчас покажу я вам, как все происходит уже в самом бассейне. Друзья мои, пока некоторые резвятся в бассейнах, наслаждаются солнцем, выгуливают своих детей на самокатах, я предлагаю вашему вниманию еще одну маленькую зарисовку о Петербурге. Мы находимся сейчас на Каменноостровском проспекте, вон он у меня за спиной, там за фонтаном, в проеме между домами на фоне светофора, вход в Ленфильм, киностудию знаменитую. А вот это улица Малая Посадская. С ней связано существование, рождение, взлет радиостанции Модерн. Радиостанция Модерн, я думаю, многими из вами любима и связана с такими именами, как мое. Но это шутка, на самом деле, Дмитрий Нагиев, Алла Довлатова, Сергей Рост, Витя Янишевский. Такие люди составили честь, мне кажется, российского радиовещания в свое время, и до сих пор люди их помнят и любят. Предлагаю вам маленькую экскурсию по этому месту, которое мне очень дорого. Оно связано с моей глубокой юностью. Мне было 21 год, когда я сюда в первый раз пришел, и постучавшись в дверь, которую вам сейчас покажу, мне ее открыли. Стучите, и вам откроют, товарищи. Ну и вот так это все работает. Вот, ребенок самостоятельно находится на воде, держится, не опросидывается, ну и приобретает первые навыки плавания. Ну а тут обязательно, как мне кажется, я тут, наверное, не самый лучший папа, но все-таки наличие головного убора, если вы находитесь достаточно долгое время на море или в бассейне, для того, чтобы не получить тепловой удар. Ну и не забывайте, что никакой круг не отменяет вашего присутствия в бассейне или в море рядом с вашим ребенком. Да, Резор? Туда? Вот. Давай, 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 давай. Наборчик, наборчик. Сейчас попробуем показать, как он прыгает. Ну, будем последовательно территориально в повествовании. Вот, вы видите, в здании серого цвета кафе Троицкий мост. Когда-то, я не знаю, что там сейчас, может быть, то же самое, но 20 лет назад здесь было Кришнаитское кафе. Там кормили вегетарианскими блюдами. И туда очень любил заходить Геннадий Николаевич, потому что цены были божеские. Но у Геннадия Николаевича была нормальная зарплата, поэтому я не мог себе позволить питаться в кафе. Я тогда был начинающим специалистом, и я ходил вон туда, на угол. Это сегодня, в этом месте находится компьютерный магазин. А в советское время и в ранние постсоветские годы там был продовольственный магазин, где... Так, минуточку, я должен выключить будильник. В это время я должен был проснуться, но проснулся сегодня раньше обычного. Так вот, я покупал там два стаканчика вафельных мороженых, съедал его, вот, и все, и этим был сыт. Вот времена-то были. Ну, а сейчас я покажу вам вход в офис радиостанции Мадерн. Идем. Малая Посадская, дом 8, ребята. Вот так мы идем вдоль этого дома. Здесь творили Михаил Дудин, Сергей Орлов. Интересно, видимо, Дудин был, судя по всему, знаком с поэтом Орловым. Ну, а если вы хотите, то познакомьтесь. Ну, и вот он, вход в радиостанцию Мадерн. Здесь, на самом деле, находилось швейное ателье, которое половину своих площадей сдало под офис радиостанции. А потом уже, когда настали тяжелые времена, и руководителям нашей радиостанции захотелось больше денег, они чувствовались обизнесменами, они продались нашему радио, которое, кстати говоря, перезакрывало. Ну, в общем, там история темная. Евгений Шварц также здесь жил. Вот. И вот петербургские красивые дома. Эх, здесь, ребята, прошла моя юность. Я имею в виду профессиональная. Ну, а сейчас мы с вами пройдем во двор и посмотрим, как мы каждое утро с Гендосом Ивановичем заезжали. Мы ехали вот сюда, заезжали вот в эту арку. И фактически я сейчас камеру опущу на уровень автомобиля. Вот так мы въезжали во двор. Оказывались, ну, это знаменитые питерские дворы. Вот сейчас кто-то тоже въезжает за моей спиной. Вот так сейчас машина проедет. Вот. И вот, да. Никакой решетки здесь в свое время не было. Это уже жильцы отгородили себе блатные места. И вот этот подъезд является задним входом в радиостанцию Модерн, в офис. А по этой черной лестнице люди иногда тоже поднимались, поставив машину свою в этом дворе. А мы с вами сейчас посмотрим, где находилась и находится сейчас радиовещательность. Ну, и все-таки хотим показать вам, как быстро ребенок в этом круге лучше запрыгать с горки. Давай. А еще раз. Ну-ка. Еще раз. Давай. И еще раз. Набицы. Набицы. Вот туда посмотри. Вот туда посмотри. Вот так сделать. Вот так сделать, как до свидания. Вот так. И все, и падаем. И-и-и-и. О-о-о-о-о-о. Вот мы с вами идем оттуда. Проходим по знаменитым питерским... Идем по знаменитым питерским проходным дворам. Многие из них заканчиваются вовсе не тупиками. Иногда можно по таким дворам, зная дорогу, пройти через целый квартал. Вот здесь мы обычно тоже ставили свои автомобили, потому что это считалось глухой аркой. Я иногда ставил сюда машину. Вот здесь стоит сейчас Логан со спущенными колесами. Однажды я выхожу с работы, а какой-то чувачок вертится вокруг моей машины. Я говорю, что надо? Он говорит, да время хотел посмотреть. У меня было зеркало с часами. Потом смотрю, дверь открыта. Хотел магнитолу стырить, но у него не вышло. А здесь, собственно говоря, и есть студия радиостанции «Модерн». Видите, здесь сидят чиновники, здесь сидит полиция. И на третьем этаже, вот окна третьего этажа, вы видите, да, стеклопакеты, вертикальные жалюзи. Здесь находится радиостанция «Модерн», откуда, собственно говоря, мы и вещали. Вот это в этом доме. Здесь не очень сильно многое изменилось. Стало почище, поаккуратней. Вот появилась новая труба котельной. Но в целом все как и было, ребята. В целом все как и было. В этих местах сделаны многие фотографии. И мои, и Нагеевы, и Гены, естественно. Вот этот вот тихий питерский двор и является, в общем-то, родиной радиостанции «Модерн». Уже когда мы с Генкой начали делать утреннее шоу. Наверное, у вас свои ассоциации с теми эфирами, с тем временем. Своё ощущение, где это могло реально происходить. Ну, а на самом деле происходило это вот здесь. Ну что, я, как президент, хочу вам сказать, россияне, понимаешь? Говорил Борис Николаевич Ельцин. Товарищи, борьба с жарой, борьба с прямыми солнечными лучами, борьба с высокой температурой. Актуально здесь, на курорте, не только для человеческого организма. Я, как бывший врач, на самом деле советую вам обязательно выпивать в день как минимум 2-2,5 литра воды, для того, чтобы не допустить обезвоживания вашего организма. Но и для автомобильного транспорта. Очень многие из вас размещают под лобовым стеклом специальные солнцезащитные коврики. Но владелец автомобиля BMW 5 серии пошёл ещё дальше. Он накрыл свой автомобиль полноценным солнцезащитным чехлом. Значит, я встречаю эту штуку впервые, поэтому, если вы в курсе, ребят, сколько этот чехол стоит и насколько он эффективен в борьбе с прямыми солнечными лучами, пожалуйста, напишите в комментариях к этому видео. Значит, честно говоря, я не представляю, какого размера чехол потребуется для того, чтобы накрыть тот автомобиль, на котором я отправился в свой отпуск. Это автомобиль Land Rover Discovery. Уже без индекса 4, просто Land Rover Discovery с двигателем 3 литра, 249 лошадиных сил. Этот автомобиль является нашим полноценным испытательным стендом в рамках нашего проекта «Дети на борту». Совсем скоро вам предстоит увидеть премьерную серию этого проекта. Чуть поподробнее об этом автомобиле в одной из ближайших серий большого тест-драйва. Привет. Ну вот мы вышли из дворов, опять оказались на перекрёстке. И тут у нас офис радиостанции «Модерн». Здесь вот этот за моей спиной красивый старый дом. Но вы знаете, уже много позже, уже где-то в современный период, когда уже история радиостанции «Модерн» закончилась, я узнал интереснейшую вещь из истории нашей страны. Потому что именно эта улица, давайте вот перейдём на ту сторону, на солнце, именно эта улица самым непосредственным образом связана с историей нашей с вами Родины. Именно на этой улице, на Малой Посадской, где я сейчас нахожусь, вот в этих магазинах, где сейчас продаётся нижнее бельё, есть бутик со шмотками, есть кришнаиты, есть компьютеры, именно с этой улицы, которая тянется и в ту сторону, начались погромы февраля 1917 года. Именно на этой улице впервые толпа, которая была взбешена отсутствием чёрного хлеба, начала громить хлебные лавки. Я вам, наверное, не покажу, где именно здесь находились хлебные магазины, но погромы, которые потом перенеслись и на центральную часть города, и на Невский проспект, когда толпа начала громить сначала хлебные лавки, а потом и мясные, а потом и ювелирные магазины, вот это всё началось здесь. Так что февраль 1917 года, закончившейся отставкой, да, со своего поста Николая Второго, Николая Александровича Романова, вот эта улица пережила. Странно, что здесь нет памятной доски, но, хотя не странно, дело в том, что в советское время февральская революция её значение никак не подчёркивалось. Все считали, что октябрь – это главное событие в истории нашей страны, а на самом деле бунт, бардак и гражданская война начались здесь. Вот так эта история связалась с моей судьбой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова